Вот что на это сможет ответить Британская империя? Если её подданных. Вот если двух её подданных сейчас сдёрнут или расстреляют. Вот что они будут делать? Угрожать. Не, ну угрожать можно сколько угодно, но для Бориса Джонсона это такая большая проблема. Пиратами никогда не расстреливали, их только вешали. Мы же не имеем дела с пиратами. Это почётная смерть литерат. Слушай, ну это не средние века. Да ну крыль, да. Да не, ну у нас, слушай, ну мы не четвертуем. При чём здесь это? Зачем нам брать примеры неизвестно с кого? Какая нам разница, кто кого вешал? Если можно было повесить Саддама Хусейна, можно повесить и этих. Зачем нам повторять это, если можно расстрелять? Вешать. Ну слушайте, ну что ж это такое? Расстреливать военных, а вешают преступников. Ничего подобного. В Советском Союзе расстреливали не только военных. Высшие меры наказания приводились в вполне конкретном случае. Но их мы на повесили. Я извиняюсь. Но не в Советском Союзе. Посудников вешали с 43-го года и Власова повесили. А потом уже было как? Это прописанная процедура. В Киеве в 45-м году. Ну слушай, сейчас 2000... И на площади повесили всех. И в Краснодаре. У ДНР и ЛНР есть свои законы. Вот они как решат... А это написано расстрелять или повесить? Так они как вот написано будут... Написано расстрелять или повесить? Вообще, ладно. Четвертовать. В 21-м веке мы на полном серьезе обсуждаем, как в центре Европы надо казнить наемников. Дожили. И начинаем обсуждать. А может все-таки повесить или расстрелять? А лучше давайте четвертуем. Новый мир. Ух! Хаос! В хаос движемся. Вот вопрос, например, с теми же самыми наемниками. Расстрелять их или казнить как угодно мы всегда можем успеть. Но почему мы им еще не можем воспользоваться нынешней ситуацией? Предложить, например, Британии то же самое, обменять этих наемников на замороженные активы России. То есть мы знаем то, что их элита на это вряд ли пойдет. Они уже показали то, что не готовы идти ни на какие компромиссы. Но это вызовет, конечно, бурю в британском обществе. Особенно со стороны родственников этих наемников. Да, потому что они будут во всех таблоидах кричать о том, что ну вот какие-то там, даже это же не наличные средства, единицы нолики на счетах. Вы не готовы обменять на жизни наших вот земляков, британцев и так далее. Да, вызовет очередной кризис. Это не так, но я говорю о том, как можно вызвать дополнительный кризис для тамошнего истеблишмента.